Дима, расскажи мне, пожалуйста, про проект велодорожек от самого начала, от идеи и вот до самого конца, вот как вы воспринимали этот проект и в каком состоянии? Ну, сейчас так уже глубоко, если нырять, то это был где-то год 2015, по-моему, мы с группой активистов встретились, накидали какие-то мысли свои по поводу того, что может быть в будущем, да, что может у нас появиться какая-то некая инфраструктура и так далее. Ну, это, скорее, были какие-то такие мечты и визуализации посылов. Затем департамент автодорог эти мечты, реализации посылов, в общем-то, каким-то образом обработал и все-таки включил их в основу нового техзадания, которое появилось, техническое задание на проектирование схемы велосипедных дорожек. И, собственно говоря, дальше по этому техническому заданию мы с нашей командой делали проект, проект велодорожек 32 километра, который включает в себя, вот, собственно говоря, некую артерию, которая соединяет старый автовокзал и улицу Малиновского с небольшими участками на Северном и в Александровке. Ну, мы эту доработу уже давно сделали, сдали. В 2017 году был объявлен, в сентябре 2017 года объявлен конкурс. Мы его выиграли. И в начале 2018 года мы, собственно говоря, работу сдали, поэтому ожидали, очень в больших надеждах пребывали получить хотя бы какое-то движение в направлении его реализации. По-прежнему ничего не реализовано к этому проекту, даже не обсудили его на уровне Думы, насколько мне известно. И, естественно, нет никакого на это пока бюджета, что очень печально, потому что с каждым годом, с каждым, даже, можно сказать, днем велосипедистов становится все больше и больше. Появляются там системы байк-шеринга, системы там шеринг-самокатов и так далее. При этом, при всем, нет должной инфраструктуры, поэтому, собственно говоря, вот это вот использование там того же самого шеринга и просто прокатов, оно сейчас такое больше, то есть развлекательный, рекреаторный характер, а должно на самом деле выполнять и взять на себя функцию транспортных элементов, транспортных нагрузок. Вот, поэтому я считаю, что в этот проект, опять же, необходимо реализовать, необходимо популяризировать, необходимо информировать о том, что он все-таки готов, и теперь, ну, просто ждет реализации. Вот, и для этого мы сегодня, собственно говоря, там, совершим и уже совершили части поездки, прокатимся, посмотрим на то, где это действительно будет проходить, когда это будет реализовано. Какие основные препятствия в этом проекте? Человеческие. Нет хода, я считаю, что нет хода, потому что нет некой воли, нет движения у проекта, потому что его закидывают в стол, как некий такой проект непонятный, может быть, может быть, какой-то сложный, но, в общем-то, до сих пор его не... Ну, технические детали, они уже внутри проекта, это, кстати, ну, как бы, ты можешь об этом больше говорить, там, есть, конечно, сложные моменты, сложные нюансы, но они все... А насколько профессиональный этот проект выполнен? Максимально профессиональный. К этому проекту приложили руку, там, одни из лучших проектировщиков города, во-первых, это были ребята, там, из проектного бюро «Среда», из центра компетенции, ну, то есть, это, как бы, такой, в конце концов, специалистов, плюс... Работа с проектом, в оптверждении проекта, работа над самим проектом, принимали участие врача-врача, и журналисты, и различные, наинтересованные, мы привлекали всех, и это все для того вот этого проекта. А еще раз напомню, по каким улицам должны пройти основные вот эти вот эти вот дорожки? Начинается дорожка на Шолохово-Гестаро аэропорт, по Шолохово идет она сначала до 14 линии, на 14 линии на Сворочный-Ченцово, на Театральном проспекте мы доезжаем до Пушкинской, по Пушкинской мы едем до самого низа, до Братского. На Братском мы сворачиваем вниз до, не помню, как это площадь со звездой называется, какой-то с лавы, главное вернока. Ну и дальше по стачкам поднимаемся до самого Мальмойского. Скажи, пожалуйста, например, здесь, где будет велодорожка? На Пушкинской мы предлагаем такое немножко радикальное решение, реализовать велодорожку в створе зеленых насаждений, там дальше ты сможешь отдельно снять, ну тут не видно, но оно есть, да. Вот тут прямо между деревьями? Да, между деревьями. Да, убрать батут предлагаю. Ну, сдвинуть, ладно, и убрать. Что ж детей лишать батута. Скажи, пожалуйста, все-таки, когда ты надеешься, этот проект все-таки будет реализован? Ну, я для того, чтобы дать, опять же, шанс этому проекту и дать им эдалировать и так далее, одна из мотиваций это в том числе как раз мое решение стать кандидатом, депутатом и, собственно, мое решение стать депутатом, оно основывается в том числе на этом. На улице Пушкинской уже есть велодорожка, так называемая, но очевидно, что она не выполняет свою главную функцию, то есть по ней не перебегаются велосипедисты. И это может означать только одно, она им неудобна, то есть она не решает главный вопрос. Почему? По нескаким причинам. Во-первых, она сделана таким образом, что она начинается здесь, на театральном, на крепостном. Она непонятным, абсолютно непостижимым образом, она переходит на другую сторону Пушкинской. То есть она едет по левой стороне, вот мы едем, а дальше мы должны ехать по правой. Как туда попасть, непонятно абсолютно. Это первое. Второй момент. Она полностью заставлена в дальнейшем, мы увидим и кустами, и лавочками, и мусорниками, которые никак не меняют свое месторасположение и так далее. То есть это как бы создает помехи, преграды для велосипедистов и так далее. Но если говорить еще, то все-таки мы видим, что здесь ходят пешеходы, и это улица, все-таки часть улицы, которую они тоже под себя забирают. Мы же предлагаем все-таки сделать велодорожку связанной, не менять ее местами друг с другом, а все-таки сделать ее связанной в створе зеленых насаждений, без серьезных жертв со стороны зеленых самих насаждений. То есть там буквально несколько деревьев, которые мы комбинационной посадкой, естественно, компенсируем. Но главная функция той велодорожки, которую мы предлагаем здесь сделать и в том виде, в котором она будет, это все-таки ограничение и разграничение потоков. То есть это будет обособленная велодорожка, на которой можно будет передвигаться только велосипедистам, и которая будет действительно пригодна только для велосипедов с определенным покрытием и так далее. Она будет отделена от всех потоков и пешеходных, и детских, и мам с колясками и так далее. И решит проблему и велосипедистов, и пешеходов. Даст возможность передвигаться на велосипеде безопасно, мамам гулять с колясками тоже безопасно. Итак, ну сейчас мы проехали вот уже часть маршрута. Мы оказались сейчас на улице Ченцова. Ченцова это такая достаточно проблемная улица. В каком смысле? Она сама своим движением располагает к тому, чтобы здесь появились велосипеды, потому что она не такая загруженная, как Шолохова, не такая она сложная для переездов и так далее. То есть Ченцова все-таки более подходящая для велосипедного движения улица. Но здесь есть другие, скажем так, сложности. Во-первых, они связаны с тем, что саму дорогу в некоторых местах невозможно сделать шире. То есть там, где бы мы хотели, например, сделать дорожку, велодорожку на проезжей части, не везде это просто технически возможно. Потому что по регламентам и по ГОСТам и по СНИПам есть определенные нормы, которые выделяются под само автомобильное движение. Плюс тут вот есть также трамвайное движение. Трамваи, которые как бы здесь занимают всю центральную часть. Поэтому велодорожка будет частично велопешеходной и будет достигаться за счет небольшого расширения. Ну и, собственно говоря, приведение в порядок парковочных пространств. Вот у нас как бы сам проект велосипедных дорожек, мне кажется, что он в том числе решает не только велосипедную проблему, но и проблему парковок. Это очень важно понимать и это действительно такая история, которая поможет городу, в общем-то, как-то нормализовать также частично парковочные пространства.